Привет всем солодко-ежкам! На связи Тимофей и Никита. И сегодня мы вместе с вами отправляемся в настоящий рейд для любителей мороженого и сладостей. Все потому, что в Минске открылся новый музей. Он так и называется – музей мороженого и сладостей. И нам уже не терпится начать ваше вкусное приключение. Погнали с нами! Давайте разберемся, что такое музей мороженого и что тут можно делать. Ну, во-первых, это экскурсия по истории мороженого и сладостей. А во-вторых, это дегустация вкуснейшего мороженого джелата. В музей нам сказали приходить голодным, потому что поедать мороженое можно в неограниченном количестве. Давай начнем с самой вкусной и интересной части. Ну что, давай пробовать? Давай. Насыщенный, да. И мягкий очень. Как будто даже не холодный такой. Отличается ли оно пломбиром? Очень. Пломбир немножко как будто жестче даже. Это как будто растопленный немножко фруктов лед. Тут есть йогуртный пипец. И он очень насыщен ваниле. Есть дыневый. А это какой-то баблгам. Еще тут есть вкус яблоков. А это со вкусом дыни и с кислинкой. Стоит отметить, что в музее посетителей не только кормят вкуснейшим мороженым, но и показывают процесс его создания, что выглядит довольно увлекательно. А также здесь есть игровые зоны. И зоны там, где можно сделать классное фото. Он выиграл. Наталья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, музей мороженого – это путешествующая выставка? Или вы обосновались в Минске на постоянной основе? Проект «Музей мороженого и сладостей» в Минске будет работать на постоянной основе. Скажите, пожалуйста, сколько килограммов мороженого посетители съедают за день? И какой здесь самый популярный вкус мороженого? Никита, вы задаете слишком интересный вопрос. Мы знаем только одно, что посетители съедают очень много мороженого, а предпочтения у нас различные достаточно, поэтому любят многие виды. Какие мастер-классы могут принять участие ваши гости? На данный момент наша программа включает два мастер-класса. Мастер-класс по работе с мастикой представляет собой работу с разноцветным набором мастики, различными формами для лепки, молдами, вырубками, декоративными элементами. Посетители лепят сладкий шедевр, после чего упаковываются в специальную упаковку, и каждый посетитель может забрать сладкий шедевр с собой. И также у нас есть мастер-класс кондитерское рисование по созданию своего сладкого рисунка. Используется настоящая вафельная бумага, пищевые фломастеры, также декоративные элементы, после чего посетители упаковывают в специальную упаковку свой рисунок и забирают с собой. Может у вас есть статистика, как мороженое влияет на настроение человека? К сожалению, на этот вопрос ответить нам смогут только ученые, но мы можем сказать за себя, за свою команду о влиянии мороженого на нас. Каждый день перед началом открытия, перед началом работы нашего музея мы съедаем по порции мороженого, что отлично сказывается на нашем настроении. Сегодня мы побывали в новом интерактивном музее, который называется Музей мороженого и сладостей. Музей находится в торговом центре Тивали и открыт для посетителей каждый день. Дегустили мороженое и тестили Музей сладостей. Сегодня мы Никита и Тимофей. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!